Во время первой волны COVID-19 были закрыты границы, а поезда и самолеты приостановили свое движение. Также через контрольно-пропускные пункты было ограничено сообщение между городами и селами. Конечно, это коснулось и семея. Напомним, что первая волна пандемии стала критическим периодом для отечественной системы здравоохранения до тех пор, пока темпы распространения вируса не снизились. Сейчас эксперты подрекают новую волну пандемии. Подробнее о том, как в нашем регионе ведется подготовка к борьбе с этим опасным вирусом, в нашем следующем видеосюжете. COVID-19 пришел в Казахстан позже других стран, начав стремительно распространяться. Во время первой волны коронавируса заразились более 108 тысяч человек по всей стране, в том числе более 8 тысяч человек в Восточном Казахстане. В результате пандемии на тот момент погибло 188 восточных казахстанцев, в том числе 121 житель города Семей. Всего же во время первой волны за 2-3 месяца от вируса по всей стране погибли более 2 тысяч человек. Пандемия началась, когда первые случаи были, там другие были приказы, другая была нормативка, другая была информация, которую мы получали от наших коллег со всего мира. И работа была построена по-другому. И предварительно было статистическое моделирование, и министр здравоохранения тогда, он сказал, наверное, будет где-то 3 тысячи человек больных. На основании чего такая? На основании того, предполагалось, что все наши люди, все будут соблюдать меры, будут сидеть как положено. И вот, учитывая все наши работы, где-то 3 тысячи человек, наверное, будет. Но на деле оказалось все совсем по-другому. Вирус стремительно распространился. И в июне, когда число заболевших резко подскочило в инфекционной больнице, здания других медучреждений были отданы под стационары для лечения коронавируса. Общежития городских учебных заведений, лечебные отделения, хоспис и другие больницы города стали отделениями лечения COVID-19. Необходимого оборудования не хватало. В инфекционной больнице не было аппаратов ИВЛ. Акимат тогда привез из других больниц 7 аппаратов. Стали поступать другие аппараты, кардиомониторы. От спонсоров и неравнодушных граждан привозили концентраторы кислорода. Сначала их не было, их привозили спонсоры. Сейчас таких аппаратов у нас больше 50. Самым важным для медиков были защитные костюмы. Купить их бюджет больницы не позволял. Их поставляли на Макимат, управление, а также спонсоры. По словам Думанбека, да улбекова самый тяжелый период был в июле, когда количества поступающих больных было много, а врачей остро не хватало. Медикам из других больниц города пришлось адаптироваться к работе в красной зоне. Медицина – это не дистанционное обучение, но врачам пришлось научиться работать и по видеосвязи. За три месяца вышло 40 постановлений. Нормативные документы изменялись в зависимости от поступающей информации. Сфера здравоохранения работала круглосуточно. Это стало критическим этапом для медицинских работников. Когда мы подготовили врачей, знаете, многие, 10% подготовленных врачей сказали, мы меняем профессию. И многим нашим сотрудникам говорилось о том, что да, дома говорили, пожалуйста, мы верим в тебя, иди работай. Мы не подведем, но были и такие, которые говорили, пусть работают другие, а ты сиди дома. Конечно, вот сейчас уже по прошествии времени они уволились. Они поняли, что они не могут работать в системе здравоохранения. Специалисты прогнозировали увеличение статистики заражения этой осенью. В мире случаи уже участились. Заметно меняется статистика и в Казахстане. По законам инфекционных заболеваний должно быть 90-95% иммунитета. Мы еще не достигли такого уровня, поэтому снимать маску и проводить торжества еще рано. По-прежнему необходимо соблюдать режим карантина. Мы не должны находиться там, где много людей. Обязательное ношение маски, мытье рук и соблюдение личной гигиены. В Казахстане идет подготовка к повторному распространению вируса. Инфекционная больница в настоящее время находится на ремонте. Здесь будет установлен томограф для того, чтобы обследовать пациентов на месте, не отправляя в другую больницу. Также в инфекционной больнице устанавливаются новые аппараты ИВЛ. Уже поставлены многофункциональные койки, проведена централизованная кислородная система. Так ведется подготовка к возможной второй волне вируса. Но от каждого зависит, чтобы этого не случилось. Нужно просто максимально соблюсти все санитарные требования.